Специальное интервью в нашей студии на тему экономики Пермского края, о том, как развиваются различные отрасли экономики в нашем регионе. Сейчас побеседуем с Александром Петровичем Никифоровым, генеральным директором пророчекомпании «Линдвиг». Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. 20-й год непростой для вашей отрасли. Он оказался, наверное, в топ-5 таких самых пострадавших отраслей. Как вы к концу года вообще видите свое положение и в целом положение отрасли? На сегодняшний день мы чувствуем себя значительно лучше. Лучше, чем это было в апреле, когда все началось. И сейчас ситуация явно изменилась и изменилась в лучшую сторону. В связи с тем, что практически объявлен второй локдаун, ситуация снова начала ухудшаться. Я думаю, что это явление временное и со временем, может через короткое время, через несколько месяцев мы возвращаемся в то состояние, которое летом появилось. Потому что летом появился определенный проблеск и казалось, что вот-вот мы снова вернемся к тем цифрам, к тому хорошему состоянию, когда бизнес работает в полную мощность. Но, к сожалению, это не случилось. Мощность мы не нарастили до конца, хотя явно отросли значительно относительно апреля. А сейчас ситуация снова начала ухудшаться в связи с тем, что появилось несколько ограничений. Но ключевое, наверное, то, что запретили детям появляться на фудкортах, запретили детям появляться одним, без родителей. И это, конечно, сказалось на потоке посетителей и сильно сказалось на продажах. И сейчас этот тренд падения, он обозначился в какой-то момент, в связи с объявлением ограничений. И сейчас он явно действует, и это мы ощущаем на уровне продаж. Александр Петрович, а можете по своим цифрам сказать, как 2020 год был пройден? Сколько вы потеряли в финансовом плане? Потеряли много. Вот взять, если апрель, надо понимать, что когда бизнес остановился совсем, когда продажи были запрещены, кафе были закрыты, и практически делать было совершенно нечего, у нас работала только доставка, но это примерно 20% максимум. То есть, соответственно, и выручка на 80% упала? Да, и это продолжалось месяц, пока мы не сориентировались, может быть, не нашли какие-то дополнительные источники роста. Но они оказались, что они существуют, но очень незначительные. Видя каких-то окон, когда позволили работать через окна, мы работали через двери, приоткрытое, когда у двери стоял стол, на самовывозе работали. И эта ситуация позволила создать определенный поток продаж. А сколько это? Это половина продаж хотя бы? Половину выручки вы делали обычной? Со временем, когда количество вот таких мест, мы нашли их много, в общем, в разных местах все это было по-разному, это, в общем, была, честно говоря, самодеятельность в чистом виде. И, естественно, что не сильно, в общем, правильно организованная, может быть, самодеятельность. Но это вот создало определенные продажи. И вот на этом уровне мы примерно начали приближаться к уровню 50% от прошлых продаж, которые были в начале года. Я же правильно понимаю, что примерно все игроки рынка к таким же только показателям и вышли? Никто не вышел там на 100%? В целом, Моторсель, ваши конкуренты? Точно нет. Я думаю, что и сейчас никто не приблизится к тем цифрам, которые были в прошлом году, в начале этого года. И я думаю, что нужно время, значительное время, чтобы мы разогнались все. И надо понимать, что мы же зависим от потребителя. Конечно. И он должен привыкнуть к этим нормальным условиям, он должен не бояться, он должен ходить, как в прошлые годы, в общем, легко, свободно и повсюду. Тогда этот процесс, в общем, восстановится. А если будут ограничения или будут какие-то страхи, что да, это опасно, это нельзя, это, в общем, может привести к каким-то последствиям, отрасль не восстановится. Потому что мы напрямую зависим от потребителя, от его желания, от его возможностей, от его желания быть, в общем, вот с нами. Если мы говорим там про финансовые потери, с вами поговорили. Сколько отрасль потеряла людей вообще? Сколько человек все-таки остались без работы? Понятно, что сейчас, наверное, предприятия принимают. Вот если говорить о нашей компании, то мы практически никого не потеряли. То есть на минимальном окладе оставили людей в первое время? В период, в период, да. Вот в самый тяжелый период, в апреле, да. Те люди, которые, ну, они практически остались без работы, все остались дома. И делать было нечего, их никто не вызывал на работу, и сказали, сидите. Да, в это время мы платили минимальный заработок. Но сохранили рабочие места. Ну, а были такие условия, в общем, были призывы, что если вы хотите получать какие-то дотации, какие-то кредиты, да, то лучше делать так. Ну, мы по этой схеме начали, в общем, строить планы. И, в принципе, удалось так сработать, что на начальном этапе, да, было сложно, потому что надо было платить большому количеству людей, практически, в общем, деньги, взятые где-то. Ну, так ведь не все делали игроки рынка, да? Кто-то все-таки сокращал персонал. Ну, видите, все зависит от того, какие ресурсы существуют у компании. Если ресурсы позволяют компании существовать, как-то, в общем, оплачивать подобного рода издержки, то это вполне возможно. Просто надо понимать, что так нас бы надолго не хватило. То есть тот факт, что мы начали продажи, которые позволили нам как-то, в общем, воспрянуть и получить какой-то доступ к ресурсам, это позволило, в общем, сохранить персонал. А вот, Александр Петрович, разные данные там озвучивали и российская торговая промышленная палата, и пермская ТПП по поводу цифр ухода в целом из отрасли игроков рынка. По-моему, там по туризму называлось, что там чуть ли не каждая пятая компания ушла с рынка. Что с общепитом? Вот вы знаете, я по этому поводу, наверное, вряд ли что-то могу точно сказать. Но вы видите все равно, в любом случае, уход игроков с рынка, в ваших партнерах, ваших конкурентов? Ну, это не очень заметно. Не очень заметно. Не очень заметно. Это не очень заметно. Надо понимать, что уход, он, знаете, может быть какого рода. На тот период, когда было тяжело, когда, в общем, не было денег платить, когда реально, в общем, работы не было, эти кафе или эти рестораны закрывались, а когда появилась возможность, они вновь реорганизовывались. Может быть, не в том объеме, не в том количестве, может быть, с меньшим составом, но они вдруг появлялись снова на рынке и начинали работать. Просто в силу того, что на сегодняшний день не появилась стабильности, и мы этого до конца не видим, кто остался на рынке вообще, в каком состоянии. И это состояние Толли. Весь 21 год отслеживать, наверное. Да, да, да. Потому что вот сегодня, я могу сказать, что я практически нигде не бываю, потому что, ну, и ограничения, ну, и, да, понимать, что какие-то страхи в том плане, что вот в плане перемещения, контактов, в принципе. В целом, реальные доходы населения падают, мы это тоже видим. Конечно, конечно. Александр Петрович, вот 20-21 год для вашей отрасли, для таких игроков рынка, как вы, можно все-таки называть сейчас выживанием? Потому что вот вы сами сказали, что на текущие показатели никто не вышел и не выйдет еще в 21 году. Вы знаете, все зависит от ситуации, которая существует в среде. Так, а вот сейчас? Вот сейчас вроде бы там разрешили всем работать, в принципе. Разрешили работать, но надо понимать, что очень много ограничений. Тех продаж, которые мы планировали, их не будет, их 100% не будет. А ведь арендаторы, они хотят получать те цифры, которые они имели, и им хотелось бы возвратиться снова к тем показателям. Естественно, и вот такого рода нагрузки, которые возникают у бизнеса, да, их надо как-то, в общем, нивелировать. Если мы можем договориться вот с окружающей средой, с теми, с кем мы работаем, да, то вероятность выживания большая. А если мы понимаем, что договориться невозможно, есть такие места, где действительно вот люди очень принципиально говорят, ну что вы, все, бизнес начал работать, давайте, в общем, возвращаемся. То, что делать? Ясно, что. В минус никто не захочет работать. То есть сейчас и так уже рентабельность, да, совсем небольшая у этого бизнеса? Абсолютно, абсолютно, да. Буквально несколько процентов, наверное. Александр Петрович, взгляд на 2021 год и взаимодействие с властями. Что вы ждете от 2021 года и, может быть, какой-то поддержки ждете ли там от властей? Значит, по поводу поддержки. Да, по поводу 2021 года. Мне кажется, что первое, что бы хотелось, это все-таки восстановление. Понимание, что да, мы приближаемся к периоду, когда ограничения будут сняты, к периоду, когда, в общем, люди будут перемещаться свободно, и потребители, в общем, не будут бояться, в общем, оставаться вечером. Это главное пожелание как раз, чтобы не было ограничений. Да, если это произойдет, то вопрос возврата к цифрам, вопрос к продажам, он на поверхности. То есть реально это будет решено. А если этот вопрос решится, то бизнес будет существовать, и, в принципе, в общем, все будет происходить, как должно быть в бизнесе. То есть это главное как раз и должно быть мероприятие. Это главная составляющая, конечно. Главное покупатели, потому что даже сегодняшний факт взять, вечером, выходя на улицу, на Комсомольский проспект, ты видишь, что людей нет. Нет машин. Что удивляет, когда раньше припарковаться было невозможно, а сейчас свободное пространство. Спасибо. Спасибо огромное вам за уделенное время. Александр Никифоров в нашей студии, генеральный директор правящей компании «Лендвик».